Главный сюрприз преподнесла погода. Сухая, солнечная. Есенинская строка отговорила Роща Золотая, не про юбилейное 16 октября, хотя имя выдающегося лирика неразрывно связано с историей музы. Первое заседание Союза литераторов Новоивановского состоялось в 2005 году, в 110-ю годовщину со дня рождения поэта. Десять лет они прошли как один день. Одна секунда, мы все молодеем, молодеем, мы заправляемся энергией, мы всегда в бою, мы всегда в литературном бою. Мы пишем, мы творим, мы поем. Спасибо, что вы есть у меня. Подарки эксклюзивные. Во-первых, именной торт. Над его названием спорили. Одни предлагали назвать поэзией живое слово, как книга. Другие настаивали на более пафосном заголовке. Поэтов – царственное слово. Издатели нашли возможность напечатать и эту строку. Новая книга со стихами всех музовцев – бесспорно царственный подарок. Композитор Игорь Чернавкин подарил коллегам диски с авторскими песнями. И официальная часть заседания взятурного объединения, посвященной 120-летию Есенина, началась. 47-й год. Туркмения. Туркмения, обратите внимание. Элитный поселок Череза с романтическим названием женского имени. Мы с отцом в гостях у второго человека в республике. Юдина Павла Григорьевича. Там, в Туркмении, Володя Наджаров впервые услышал стихи Есенина. Тогда еще запрещали печатать поэта. Строчки о собаке запомнились навсегда. Потрясли. Утром в ржаном закуте, где злотятся рогожи в ряд, я стараюсь, как он, что пью. Семерых ощенила, сука, рыжих, семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком, и струился снежок под талой, под теплым ее животом. Проникновенный рассказ писателя продлился более двух часов. В звенящей тишине, прерываемой аплодисментами. Это уникальное исследование судьбы и творчества Есенина никого не оставило равнодушным. Поражает и память Владимира Вагановича. Художественное мастерство чтения. Происходящее можно назвать спектаклем одного актера или публичной лекцией в университете. Даже стихи дочери Татьяны, лауреата Есенинского конкурса, он прочитал сам. Плач Тарьянка в роковом размахе, бейся сердце колокол в груди. Нет, он перед смертью не был в страхе. Знаешь, что бессмертие впереди. Как жаль, мало места в библиотечных стенах. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!